Проблемы застройки Одесского побережья Согласовали 32-этажную постройку на 8-й станции Фонтана Прежде всего, такие вещи запрещены у нас ДБНом про сейсмическое строительство Который начал действовать с 2007 года Об этом подробнее расскажет Наталья Выше 24 этажей невозможно строительство в Одессе по сейсмическим показаниям Сейчас сделали впервые 32 этажа И, в принципе, это побудило нас поднять такую тему, как высотное строительство в Одессе вообще В Приморской зоне в частности Потому что в Приморской зоне это наиболее развито и активно происходит Высотное строительство в последние годы существенно набирает обороты Сейчас практически все дома строят на 24 этажа То есть максимальную планку берут Строят максимально быстрые темпы И, насколько мне известно, многие дома распродаются еще на стадии котлова То есть так, как было до кризиса 8-9-го года И здесь, конечно, уместно поговорить о серьезных градостроительных и других проблемах Которые из этого вытекают Потому что вопрос не в том, что кому-то нравится, а кому-то не нравятся 32-этажные дома Вот есть, например, в мире города Ну, вроде столицы Исландии и Рекьявика Где люди, наоборот, ратуют за то, чтобы у них были высотные дома Потому что город совершенно плоский, одна-двух-трехэтажные В Одессе такое строительство неуместно Здесь есть две группы вопросов и проблем Одна это, они переплетаются Одна это экономическая и этическая Вторая это транспортная и проблема городской среды По экономике Наряду с тем, как растут этажи средневысотночного строя в Одессе Снижается площадь квартир Если посмотреть последние дома, которые прошли Там было отменено общественное осушение Но которые были вынесены на общественное осушение На Гагаринском плато, застройщик компании Кадр Групп Там средняя площадь квартир в одном доме 31 метр В другом 36, 40 и 62 То есть, как минимум 75% квартир однокомнатные Однокомнатные квартиры серьезно преобладают во всех таких домах Особенно в Приморской зоне Конечно, в Приморской зоне с видом на море Никто не будет строить эконом-класс Скорее всего, это квартиры, которые массово выкупаются Не настолько широкой группой лиц Для того, чтобы потом их сдавать в аренду Особенно в туристический сезон То есть, это развитие одесской туристической инфраструктуры Есть очень много моментов, которые на это указывают В том числе и отсутствие интереса к социальной инфраструктуре Как бы, видимо, не предполагают Что в этих домах будет достаточно большое население И становится вопрос Стоит ли делать такие дома Подвергать риску город Напрягать транспортную систему Городскую геологию Для того, чтобы кто-то зарабатывал деньги Потому что, по сути, вот почему сейчас не строят отели Какие-то высотные комплексы на тех же пустующих площадях А это невыгодно Те отели, которые сейчас существуют Некоторые из них, они дробятся на СПД Чтобы в итоге не платить достаточно большие суммы налогов То есть у нас туристический бизнес якобы развивается Но город от этого ничего не получает И точно так же он ничего не получит от этих частных апартаментов В то же время Развитие городской среды И развитие приморской зоны Пляжной зоны Это достаточно большие серьезные средства И они в основном Это происходит и будет происходить за счет города Если даже говорить, что сюда будет действительно приезжать много людей Становится вопрос нашей пляжной инфраструктуры И места на пляже Места мало Транспортная доступность таких районов Как фонтан, средний, большой фонтан Она достаточно слабая Эти вопросы нужно было решать еще в 50-60-х годах Но тогда было Не предусмотрели Это все пространство приморское застроили частным сектором Узкие улицы Потом подорожала недвижимость Сейчас ничего уже там нельзя исправить Во всяком случае это будет очень сложно Не хватает на фонтане дорог Не хватает улиц И так дальше А дома продолжают строиться По сути это туристические комплексы Которые будут приносить деньги известным людям И не будут приносить деньги городу При том, что Явно развитие туристической инфраструктуры Потребует от нас очень больших расходов То есть не карнизы, не тротуары будут чиниться А где-то будет делаться пляж Или что-то еще И нам будут показывать, как это все хорошо Второй момент Это городской среды И транспортная инфраструктура На маленьком участке Невозможно построить высотное здание Для того, чтобы обеспечить всех людей Машинными местами в достаточной степени Тем более у нас никто никого не штрафует И если есть только минимальное место Люди не будут покупать за 12-15 тысяч долларов паркинг Они поставят место на обочину Результаты мы уже можем наблюдать В некоторых районах Прежде всего Маршала Говорова Ну там тоже уже район в основном пошел в аренду Вот если посмотреть Район Радужный На Таирово Вот там эти результаты видны Когда люди не могут по 40 минут выехать из двора Перевышается норматив по плотности в 2-3 раза Конечно невозможно соблюсти всех желаемых требований Как по озеленению По площади участка на человека Невозможно там организовать зоны отдыха И прочие места Потому что территории слишком мало Где видят какой-то минимальный участок Туда сразу же ставят высоту Вот если вернуться к Градсовету То два 32-этажных здания Они были поставлены в непосредственной близости 30-40-50 метров От двух существующих 16-этажных зданий И 21-этажного здания Это чревато еще другими проблемами Ну освещение солнечное Явно не во все окна будет попадать свет Нормативное время 3 часа Особенно пугает проблема с ветрами Надо сказать, что первый проект Это здание было продольное Многосекционное И конечно такие здания вообще плохо дружат с ветром Потому что это такая вот ловушка для ветра В которую он бьется И не находит себе выхода И образует завихрение Во втором проекте доработанном Который сейчас обсуждал Градсовет Там уже две башни Но из-за непосредственной близости К высотным зданиям уже существующим Там конечно будут и завихрения происходить И усиливаться ветер Потому что нельзя так близко Ставить настолько габаритные объекты В опыте зарубежных стран Они стоят во-первых дальше Потом там самые высокие здания Они находятся в третьей-четвертой линии от моря А возле моря обычно идут здания Ну относительно средние этажные Там 9-16 этаж и так дальше И оно как бы все возрастает дальше И примерно разбивает ветры Плюс проблема ветра Это еще большая нагрузка Технологическая и экономическая Потому что нужно повышать Коэффициент армирования Нужно всевозможные мероприятия инженерные проводить Это стоит достаточно дорого Насколько я знаю У нас этого не проводится И в принципе высотное жилье Вот в отличие от 30-40 летней давности Сейчас оно стоит даже дороже Чем среднеэтажное И хорошие дома вот в мировой В европейской, в американской практике Начинаются вот 3-3,5 тысячи долларов За квадратный метр Что можно на наших проблемных В наших проблемных геологических условиях И с нашей дорогой землей построить И продать потом по цене Не менее тысячи долларов Или там тысячу двести Я не берусь комментировать И я продолжу еще про проблемы транспорта Потому что вот в этом случае Принято решение расширить некоторые улицы Там Каманино, Красный Зорь Благоустроить, обустроить пешеходные дорожки Которые там есть, но они в плохом состоянии Все это как бы хорошо Но проблема не только выезда из этого участка Еще проблема транзитных улиц Фонтан, район менее плотно населенный Чем, например, поселок Котовского и другие места Но за счет того, что туда Через него проходит большая часть городского транзита Потому что вот частный сектор фонтана Это район очень автомобилизированный Там в основном состоятельные люди У всех есть там одна-две машины на дом Все едут Нагрузка создается колоссальная И все проезжают в центр Потому что у нас вот такое городское планирование Так сложилось, что в основном рабочие места находятся в центре И если перегрузить вот эти вот улицы Типа Фонтанской дороги Это вообще уже последний выход в центр города Потом становится все более очевидно Что планируется долгосрочная тенденция Долгосрочная стратегия расширения французского бульвара Расширение, если оно будет произведено Это ни к чему вообще не приведет Потому что ширина улиц определяется Самой минимальной пропускной способностью Если мы можем хоть до пяти полос расширить французский бульвар Но он все равно идет на Белинского На Большую Арнаутскую, Успенскую и так далее Эти улицы слишком забиты транспортом И просто пропускная способность всей системы в этом направлении центра Она не повысится В то же время будут колоссальные предприняты затраты для городского бюджета Если, например, смета изначально Генуэской Когда ее планировали делать на полной протяженности Порядка километра Это было 90 миллионов гривен И если, например, улицу Сахарова делали За эквивалентную сумму То можно представить, что не менее 200 миллионов гривен Нужно будет потратить на французский бульвар Который уже осознанно обсудили этими высотками И каждый раз говорят, что его расширение неизбежно Опять-таки, в городе разрушаются здания Причем разрушаются из-за чепухи Что, например, последний случай на Толстого, 28 Когда под козырьком не было несколько лет штукатурки Туда попадал дождь И огромный козырек обвалился Теперь его нет Франков, простите А все сделано из-за чепухи Потому что не было уже денег и желания просто отремонтировать эту штукатурку И ничего такого не произошло Вот такие проблемы в городе есть Их подменяют каким-то высотным строительством Новыми интересными проектами про велодорожки и так дальше Это, конечно, проблема Все это идет в комплексе И сейчас завершаю Я хочу прокомментировать еще одну проблему Которую часто поднимает наше архитектурное сообщество Это проблема морского фасада То есть того, как наш город выглядит со стороны моря Есть очень большой вопрос Что важнее Какой-то эстетический фактор Визуальный, композиционный Или качество городской среды внутри города Я лично считаю, что качество Наше удобство для горожан Оно гораздо более важно Но если рассматривать Вот эту застройку у побережья Которая ведется именно с точки зрения Композиционной, чисто эстетической Абстрагируясь от всех проблем с жилым комплексом С расселением людей и так далее Проблема морского фасада у нас тоже не решается Что бы ни говорили архитекторы Мы видим огромные нагромождения зданий Иногда чересчур габаритных Например, в районе Лонжерона Они смешиваются друг с другом Они не образуют какого-то композиционного единства Все это смотрится достаточно убого Та разворотка, которую нам показали на городсовете По Аркадии и Среднему фонтану Она тоже вызывает очень много вопросов Потому что здания растут в одну сторону И когда достигается пик на 32 этажах Там начинается опять пустота частного сектора Как раз с точки зрения композиции И организации морского фасада Одессе лучше, чем одно-два-трицветия двухэтажных зданий Лучше несколько, там, десяти-двенадцатиэтажных Чтобы они образовали ансамбль какой-то Ансамблями у нас не мыслят У нас мыслят участками И покуда происходит такая штука Связанная с экономическим развитием С коррупцией И с циничностью архитектурного сообщества В известной степени Конечно, город не будет развиваться В правильном направлении Будет ухудшаться наша городская среда В самом лучшем, самом комфортном И рекреационно-привлекательном районе нашего города На фонтане и вдоль побережья Как много мы привлечем туристов Когда мы все тут превратим в гагаринское плахо Это очень большой вопрос Туристы едут туда, где уютно Мы знаем, что очень многие туристы едут во Львов В Западную Украину В Одессу приезжают на пляж Но Одесса это город А пляжи есть не только в Одессе Хотелось бы, чтобы в Одессу приезжали Точно так же, как во Львов Для того, чтобы полюбоваться Походить по нашим улицам Желательно не только в центре А еще и по краинам, которые тоже могут быть красивыми Сейчас мы все это планомерно уничтожаем И, конечно, это даст последствия Как в геологической обстановке Так и в транспортной Ну и не будет способствовать Улучшению нашего туристического потенциала Спасибо за внимание Все, вопросов нет? Выкладчику Ну, я хотела бы добавить Вот Михаил здесь, в общем-то, правильно коснулся многих аспектов И вот мы опять возвращаемся к тому генплану Против принятия которого мы выступали Потому что я изначально говорила Что этот генплан не дает развития городу Это только дерьбан, прибрежная зона И больше ничего Потому что там не было решено Ни транспортные, ни инфраструктурные проблемы А занимались только, в общем-то, прибрежные зоны Единственное, что нам как-то удалось сделать Это отстоять образование на побережье парка юбилейных Хотя генплан, он вышел не парком юбилейный А на сегодняшний день зеленые зоны Которые предполагаются развития парка И мы помним, наверное, если мы следим за событиями Как наш сегодняшний, тогдашний мэр Труханов Говорил, что в марте месяца прошлого года Будет первым изготовлен ДПТ на склоны На парк юбилейный И будет вынесен парк в натуру Но ВОЗ и ныне там, ДПТ нет И я так понимаю, что когда мы сталкиваемся с такими вещами Как использование склонов То многочисленные проданные участки И, наверное, их владельцы Сегодня, наверное, всячески препятствуют тому Чтобы их участки попали в парковую зону Потому что они точно не покупали их как парковые А точно покупали их под застройку Вот, поэтому покупали, получали Ну, кто как умел Вот, и поэтому сегодня, конечно, это вопрос номер раз Потому что вот именно застройка, превращение Вот за что мы радуем? За то, чтобы был разработан единый подход К нашей прибрежной зоне Чтобы это было не отдельно Там у управления инженерной защиты находится песок У кого-то находится припляжная зона А парковая вот эта вот зона склона вообще ничем Чтобы был единый подход И вот если мы бы сделали такой проект Если бы город заказал такой проект То, наверное, вот встал бы вопрос И, так сказать, вот этого морского так называемого фасада Я, честно говоря, вообще не понимаю вот эту тягу Чтобы на морском фасаде обязательно выселись какие-то высотки Это, в общем-то, в сегодняшней архитектуре это не тренд Это 90-е годы И то, в общем-то, высотки, честно говоря Вот такие особо высотные здания применялись всегда для застройки сити Там, где офисы То есть там, где точно не надо жить А все-таки жилая застройка Это до 20-24 этажей И, честно говоря, по градостроительным расчетам Вот ковровая застройка до 9 этажей Более плотная Она предполагает даже больше расселения людей Она более комфортна Там предполагаются зеленые зоны Нет этих ветровых нагрузок, о которых Михаил говорил То есть она более комфортна И сегодня вот в мире Как бы основной тренд Это все-таки вот такая жилая, невысотная застройка Она более дорогая Она более, так сказать, престижна То, что сегодня Вот я, честно говоря, вчера не была на градсовете Когда мне позвонили и сказали Что два 32-этажных здания Собираются на 8-й станции Там на берегу построить Я не поверила Потому что Ну, это настолько, в общем-то, авантюра Это настолько выходит За рамки существующих норм То, что я просто не поверила Что кто-то, в общем-то, решился на такую авантюру Но сегодня вот я говорила с архитектором Базаном Говорила, в общем-то, с другими людьми Да, да, вот они подтвердили Что Будова такая супер у нас строительная фирма Которая вот решилась, значит, на такой эксперимент, так сказать Я не знаю, как, в общем-то, будет Они будут это подтверждать в расчетами Потому что, ну, сейчас это проектное предложение То есть вот архитектор на площадке Которая предполагалась 24-этажное здание Трехсекционное При добавлении площади Предложил вот такое вот решение То есть сегодня это решение Которое вот дальше конструкторы Проектировщики должны подтвердить Или опровергнуть, так сказать Но все-таки я хочу сказать, что архитектор Хотя сейчас эта профессия больше художественная, скажем так Но вообще традиционный архитектор всегда был инженером В первую очередь И сейчас, в общем-то, специализация идет достаточно такая узкая Но тем не менее Изучают они конструкции, металлоконструкции, железобетон И должны понимать хотя бы основу, ну, основу расчета И прежде чем предлагать картинки Конечно, надо, в общем-то, на какую-то базу опираться нормативную Что говорит сегодня нормативная база? Нормативная база говорит, что при сейсмике 7 баллов Которая в Одессе по районированию Допускается строительство железобетонных зданий Железобетонными стенами Не выше 24 этажей Применяется практика сегодня Что Киевский институт экспериментальный Берет на себя ответственность Заключает договора с застройщиками И под их научным четким руководством Я не знаю, во сколько оно обходится застройщикам Каждый этаж Происходит сопровождение проектов Но даже при этом сопровождении Хотя на практике это сопровождение вообще Ну вот на практике Я знаю по строительным площадкам Не буду называть их сейчас Эти институты даже не выходят на местность Понимаешь? И не осуществляют авторского надзора Ну может быть один раз за все время Но на практике Значит, но даже при вот таком сопровождении Повышать этажность больше, чем на два этажа нельзя Поэтому каким образом С 24 на 32, это сколько? Восемь этажей Каким образом будет повышена эта застройка За счет чего? Я не знаю Может быть просто Да, есть еще один нюанс Это последнее ноу-хау Нашей коррупционной жизни Это строительный институт Под руководством там Лаборатория под руководством Ягупова Делает так называемое районирование Сейсмическое районирование То есть под каждый дом Рассматриваются там условия И выносится новая Бальность сейсмики Ну вот даже если бальность сейсмики Предположим Ягупов понизит до 6 А за счет обводнения Там площадка обводнена Я просто Потом отдельно скажу Вот По этой площадке Даже если за счет обводнения Она станет 7 То все равно Все равно 24 этажа А вообще так как сегодня по нормам Если не прибегать к коррупционным историям Разных заключений Разных экспертов То 7 плюс 1 8 за счет высокого обводнения Там второй тип просадочности Там достаточно сложные условия И очень напряженный склон На 8 станции За счет обводнения 8 баллов Значит железобетонное здание Не больше 20 этажей Ну вот Все остальное Это от лукавого Честно говоря Либо тогда надо Действительно Убирать сейсмику в Одессе И возвращаться Тогда все строители Будут в разных условиях Не те кто заплатили больше За какое-то заключение А все уже будут В одинаковых условиях И будут строить Так как они В общем-то Без всяких заключений По нормам могут строить Значит По этой площадке Конкретно Я работала Управляющим Вот как раз Вот в этом доме Антарктика Который был переработан В жилой дом И тогда Когда Руслан и Людмила Там комплекс Начали строить Перед Непосредственно Перед окнами Перекрывая людям Фасад Морской Ну можете себе Представить Какая была реакция И тогда Конечно Были требования Проводили Всякие исследования И в том числе Геология Была проведена В этом здании Антарктики Были проблемы Когда началось Вот это строительство Там делали специальные Железобетонные Пояса Укрепляли здания И геология Которая тогда Была выдана Причем Геологию Заказывал Будова И Они в общем-то Ее и оплачивали Собственно говоря Поэтому Наверное Результаты Все-таки Как-то подтягивали Под то Что им нужно было Тем не менее Эта геология Показала Что Склон Очень напряженный Что У меня просто нет Сейчас данных Чтобы зачитать Склон напряженный Что Площадка Вот на грани Что Больше строить Загружать нельзя Что Надо следить За уровнем Грунтовых вод И все время Осушать И так далее То есть Уже тогда Это лет 15 назад Было такое заключение Я не думаю Что Ситуация Улучшилась Потому что Техногенные нагрузки Техногенная вода Всегда ухудшает Ситуацию Вот Сейчас Этот склон Вообще Со всех сторон Интенсивно Застраивается Ну В общем-то Это конечно Проблема Я хотела бы Еще пару слов Сказать Вообще По поводу Сотно Строительства В Одессе Особенно На прибрежных Зонах Дело все в том Что Вот я сейчас Ездила Как раз В санаторий Россия Бывший Да Бывший уже Все Санаториев уже нет Там Где Киван Сейчас Застраивает Кадорами Жемчужным Жемчужным Мажерелем Которым Он хочет Затушить Одессу Вот Там построено Четыре Здания Еще Планируется По-моему Два И там Стекон Строен Ну короче говоря Очень плотная Застройка Вот Гагаринского Плато При этом Вот Горсовет Разрешая Строительство Согласовая ДПТ Абсолютно Не следит Потом За исполнением Этих ДПТ Потому что На сегодняшний день В этих комплексах Вот Михаил говорит Что это туристические Нет такого понятия Туристические Жилые дома Жилые дома Строятся По нормативам Жилых домов То есть Если там Предполагается Определенное Количество Жителей То на этот Микрорайон Должны быть Детские сады Школы Инфраструктура Там Зеленые площадки Спортивные площадки И так далее Все что положено По нормативам Сегодня там Ничего нет Там вот Выложенная Плиткой Поверхность Плац такой Понимаете Который летом Будет раскаляться И больше И узенькая дорожка Которую туда ведет Значит Причем Это дорожка Мимо санатория Вот этого Салют бывшего Которая выходит На узенькую Пионерскую Вот можете себе Представить Какой транспортный Коллапс Будет Вот в этом месте И при этом Куда будут В какие детские сады В какие школы Будут ходить Дети Людей Которые там Расположены И эта проблема Не только Вот Гагаринского Плато То же самое Происходит На Говорово Например Вот весь этот Комплекс Который построен Сегодня на Говорово Ни детского сада Ни школы Узкие дороги Которые есть При этом все застройщики Как один Подписывая договор с городом Обязательно подписывают Социальные обязательства Ну Нагрузку Вернее договора с городом С УКСом Те суммы Которые они отчисляют Городом на развитие В том числе Инфраструктуры Обязательно Есть Обязательства У застройщиков Построить там Школу Детский сад Дорогу И так далее Без этого дома Не должны приниматься В эксплуатацию Вот у меня Сегодня вопрос Например Как Кивановские дома На Гагаринском Плато Принимались В эксплуатацию При том Что инфраструктурное Там Обязательства Не выполнены И так далее И это практически По всем То есть мы сегодня Сталкиваемся С одной стороны С коррупционной Схемой Экспертиз По этим домам Это коррупционная Схема Я вот Заявляю Это как бы Официально И С другой стороны Опять-таки Коррупционная Схема Распределения И расходования Вот этих Отчислений Которые строители Перечисляют На социальные В общем-то На социальную Инфраструктуру И Я так понимаю Что Вот Мы С этой коррупцией Просто дошли Уже До ручки Понимается То есть Сегодня Любое Можно согласовать Здание Как я уже Говорила Раньше Вот когда мы В Сарказии С Лонжероном Сталкивались Что практически Сегодня Мы выходим Уже на такие вещи Что Проектирование Строительства Ведется без проекта Это самый простой путь Нет проекта И нет В общем-то Нет объекта Которые Надо обсуждать То есть Это путь В никуда Я хочу еще Добавить По социальной Инфраструктуре Коротко Вот например За последние Десять лет Вокруг Парка Победы Более четырех тысяч Квартир Сдано Но Но если я не ошибаюсь Ничего там Не Не Школы Ни Детские И на фонтане По этой причине Очень сильно Дорожает Вот стоимость Сколько должны заплатить Родители Чтобы отдать Своего ребенка В детские садики Либо школу На Гагаринском Плато Сейчас расчетная Величина Населения Ты шестьсот Но все равно На тринадцать тысяч Как Наталья Правильно сказала Это нужна Одна большая школа Потому что На тысячу Населения Считается Сто сорок Сто шестьдесят Детей И нужно Несколько Больших детских садов У нас есть Еще один такой район Это Отрада В районе Белинского Уютной Базарной Тоже Там За последние Пятнадцать лет Удвоился Объем Жилого фонда То есть Был там Исторический Построили Столько же Около трехсот тысяч Квадратных метров Тем не менее Население Этого района Оно увеличилось Незначительно Как можно судить По избирательным участкам И тоже Ничего Там Не было Построено Все участки Которые Более-менее Где-то Можно выгадать Вместо того Чтобы город Застолбил их Под социальную инфраструктуру Школы Детсады И так дальше Это даже какие-то Многоуровневые паркинги Если они нужны Все они Они занимаются Домами И катастрофа Назревает И я Призываю людей Которые думают Где-то купить Жилье Для жизни А не для того Чтобы там Сдавать это в аренду Лучше Сейчас покупать Вторичную недвижимость В наших спальных районах Особенно Спецпроекты Восьмидесятых годов Там и Качество жилья Лучшее И обеспеченность Социальной инфраструктурой Тоже выше Жить Возле моря Это постоянно Платить за Парковку За взятки И за все Это очень неудобно Ну вот здесь Есть один нюанс Расхождения Прописанные люди И проживающие Вот дело все в том Что Избирательные участки Это как раз Прописанные люди А по факту Проживающие Неважно Эти люди В аренде Или не в аренде У них есть дети Которые Будут ходить Детские сады И школы То есть Дома заполнены На самом деле Понимаете То есть дом сдается В эксплуатацию Через какое-то время Он заполняется У нас на сегодняшний день Все сельское население Бывшее сельское население Области Живет в городе И они конечно же Не прописаны Понимаете Но по факту Эти дети Эти родители Они живут здесь Поэтому Надо ориентироваться И я же говорю Что еще раз повторяю Что в строительстве Нет В жилом строительстве Нет такого понятия Как туристическое Или арендное Поэтому арендное Все равно там проживают люди Поэтому нормативы Должны соблюдаться А они сегодня Далеки В общем-то Нормативы От норм Скажите пожалуйста Вот это решение О строительстве 32-этажных Двух зданий Оно является Прямым нарушением Закона Вот тех норм Которые приняты в городе Потому что есть Обраничения этажности Или нет Не в городе А в государстве Не в городе А в государстве ДБН Это государственная Ощущая Государственная норма Конечно я же сказала Что до 8 баллов Сейсмики Железобетонные Здания Железобетонными стенами Максимально 20 этажей При экспериментальном сопровождении Два этажа Вот Можно добавить Два Ну за счет Мансарды Добавляют Четыре Вот Котелин И так далее Вот А при Ну это все От лукавого Уже честно говоря А при Семи баллах При семи баллах Два Четыре Это же Не планируете ли вы Обращаться в прокуратуру Какие-то проверяющие органы Чтобы это решение было Пересмотрено Ну дело все в том Что Это же сейчас картинка Это сейчас картинка Поймите Это Эскизный проект Это архитектурное предложение Это не расчет То есть проект Должен пройти Стадию рабочего Проектирования Должен быть Исполнен Расчет После этого Он представляется В экспертизу Экспертиза Должна дать заключение И только после этого Можно о чем-то Говорить И оспаривать Сегодня мы говорим Что в целом Это как бы Недопустимые вещи Но вот Меня интересует Как они это будут Доказывать И вот Вы не упомянули О том Что у нас Нет пожарной техники Потому что Еще только в сентябре Еще только в сентябре Вот Мы столкнулись Вот с этим вопросом И повезло только то Что этот дом Был еще не сдан В эксплуатацию То есть Вот как Обсуждался ли Вот вчера Вопрос Именно пожарной безопасности 32-х этажа Я был на городсовете Вопрос пожарной безопасности Не обсуждался Ну По пожарной безопасности Я вам хочу сказать Это Надо делать Отдельную передачу Потому что По пожарной безопасности У нас вообще Все дома Находятся в очень Сложном состоянии И только вопрос Времени Где раньше Загориться Понимаете Потому что Даже те Дома Которые выполнены По нормам В результате В результате Ремонтов И Рабочей эксплуатации Вот датчики Срезаются Вот эти Закольцованные Системы Перестают работать И Проблемы Везде возникают Потом Вот вы Наверное Все видите Вот многие Утепляют стены Новосотных домах В том числе Утепление Пенопластом Пенопластом Это горючий материал Категорически запрещено То есть Нужен только Пенополистирол Вот эти плотные Материалы И К сожалению Сейчас многие Застройщики Экономия Потому что Пенополистирол Дороже Переходят И Вот Мы видим Во время строек Что облицовывают Пенопластом Это горючие материалы Которые В общем-то Пожароопасные Потом Очень часто Застройщики В результате Нарушая проекты Часто И Продают У СМД Потом Продают Технические этажи Помещения Которые Там Прямые выходы На крышу Там есть Которые Перекрываются И К сожалению Это все В результате Эксплуатации Приводит К таким вещам Пожарники Не контролируют Ну сейчас Вообще Запрещены Проверки Ну и раньше Собственно говоря Все эти проверки Сводились К 50 или 100 Долларам И все это знают К сожалению Ситуация Такая Вчера На градце Ветер Где Холопчик Вчера На градце Ветер Можно Слушаться Шла Речь Только Об этих домах По 32 этажа Два дома Это район Красных Зорь И почему-то Никогда И нигде Вот Я за этим слежу Но не видела Никакого обсуждения Тех 5 домов По 24 этажа Которые планируются По улице Каманина По красной линии Там уже Роют котлованы Жить Роют котлован По Мореходному Переулку Там Люди Просто в шоке Потому что Котлован На 24 Этажный дом Роется Просто Вплотную К проезжей части Мореходного Переулка Там даже Тротуары Не останется И все Одноэтажные дома Вот как-нибудь Вы можете Прокомментировать Эту ситуацию С Каманина На общественных Якобы Слушаниях Не было ни одного Человека С Каманина Потому что Нас просто Не известили Никого А были Какие-то Посторонние Личности Которые никогда В этом районе Не проживали Ну Я вам хочу Сказать Что Здесь Вот есть Два аспекта Во-первых У нас Абсолютно Не работает Служба ГАСК Это Абсолютно Вот Причем Если вы Не заплатите То конечно Они к вам Придут и проверят Они сработают То есть Они знают Что проверять Но В тех случаях Когда В общем-то Вопрос закрыт То Службы ГАСК Вы не найдете И Если вы будете К ним обращаться Вот сколько мы Обращались Абсолютно Бесполезное занятие Их вообще Надо разогнать По большому счету Потому что Функции Они не выполняют И надо Другие Совершенные Это первое Значит По поводу Общественных слушаний Ну вот Практика Общественных слушаний Вот как-то Одно из Общественных слушаний На Французском бульваре Напротив Апереты Там где Планировалась Застройка Вот этого Мукачевского Переулка Ясный Уютный Мы как раз Отследили От начала до конца Значит Как происходит Это Вот какая процедура Она же Используется На выборах Кстати говоря То есть Есть социальные Работники Или Общественные Организации Руководители Или сотрудники Общественных Организаций Которые Опекаются Вот Людьми Малоимущими Которым В общем-то Там Пособия Какие-то Дополнительные Там И города Какие-то Там Пайки Раздаются Приглашаются Эти люди Они Как правило Вообще Даже не в курсе Того Что происходит Вот На тех слушаниях Которые мы были Они например Приходили Им сказали Что это Борьба с наркоманией Вот И они так Ну Святое дело Знаешь Еще по 100 гривен И мы после этого Давали Вот Конечно Они все Дружными рядами Было Помню В зале Наверное Было 50 градусов Была жара Неимоверная Вот этих Несчастных Стариков В общем-то Причем Деньги им дают После После Этих Совещаний Значит Вот Они приходят Что-то Голосуют Не голосуют Поддерживают Но Массовость Обеспечивают После Этого Когда Они Выходят Вот Мы там Снимали Даже Там Ролики Снимали То есть Есть Десятники Какие-то Тетки В халатах С оттопыренными Карманами Значит И вот Они там По кустам Этих Стариков Гоняют Там И втихаря Им эти деньги Раздают Вот Вот Эта Практика Общественных Служений Из-за Того Что Это Не прописано В уставе Города Не прописана Процедура На это Все ссылаются Что Мы Провели Ну И можете Себе Представить Да Ну Вот Собрали Сто Стариков Сто Пятьдесят Стариков По Сто Гривен Заплатили Да Сколько Полторы Тыщи Да Пятнадцать 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 Тысяч Извиня Да То есть Да А дальше Построили На этом месте Двадцати Четырехэтажный Дом Тысячу Двести Квадратный Метр Продали Ну то есть Это Это вообще Ну это Текущие Расходы Карманные Расходы То есть Это настолько Просто И это Отработано Абсолютно И вот Кстати говоря На выборах Тоже с этим Ребята Столкнулись С точностью Такой же Схемы То есть Вот Есть Люди Я считаю Что это Преступники Что милиция С ними Должна Работать Которые Вот Используют Вот Этих Стариков Вот Для Таких Ну Командия Конкретно Со строительной Точки Зрения Прокомментируй Я не рассматривала Этот проект Честно говоря Я помню Что на градсовете Его рассматривали Ну Два Четыре Этажа Норма Как бы В принципе Там 15 метров Ширина Улица Ну Я Не рассматривала Я могу Прокомментировать К сожалению У нас В городе И в стране Не сложилось Еще советского Времени Нормальных Институтов Которые Изучали Вопросы Транспорта И мы Сейчас Не знаем Какая Может быть Пропускная Способность Разных Улиц Пропускная Способность Разных Выездов Ну Мы Это знаем По эмпирическим Данным А не По расчетам Это не всегда Хорошо Просчитывается Но Когда Улица Там Ее Ширина Проезжей части Там 7 метров Ну Невозможно Делать Такие Здания И то Что мы Сейчас Видим На маршала Говорова Здесь Будет Еще Хуже Потому Что Частный Сектор И он В очень Высокой Степени Автомобилизирован И когда Оно Все Уходит На Фонтанскую Дорогу Которая Уже Там Полосы Сужены Уже Она Свой Норматив И исчерпала Фонтанская Дорога Это Последняя Нормальная Дорога По которой Можно От Фонтана И от Таила По большому счету Добраться В центр Потому Что Скоростная Так называемая Дорога Она Когда пробки Она Не действует Это Только Транспортный Момент Есть Еще Инфраструктурный Момент Трубы И так Дальше Это Я Не могу Комментировать Но Я Так Понимаю Что Никто Там Ничего Не Будет Расширять Ну По Градостроительным Нормам Конечно Есть Расчет Пропускной Способности Это Все Есть Но Практика Последних 20 лет Которая Сложилась Еще С домостроительных Градообоснований Под каждый Дом Она Распространяется Сейчас И на ДПТ То есть Городская Инфраструктура Не Учитывается То есть Вот Как Рассматривается Город Выделил Вот этот Участок Это Скажем Зона Жилой Застройки И Архитектура Это В общем-то Вопрос Не к Проектировщикам Это Вопрос Городскому Управлению Архитектуры Она Дает Ограничения По Застройке По Высотности И так Далее То есть Они Имея На руках Генплан Должны Вот эти Вот Вещи Просчитывать Они Конечно Делают Это Я уже Говорила Неоднократно Что Последнюю Практику Последних Лет Вот При Труханове При Трухановском Горсовете Мы Имеем Постоянное Постоянное В общем-то Раздаются Участки Вообще Непригодные Под застройку Причем Раздаются Очень плотно При этом Не оставляется Не остается Места Ни для Зеленых Зон Ни для Инфраструктурных Вот Мы говорим Сегодня Что Вот в этих Районах О которых Мы перечисляли Нет места Для детских Вернее Не строятся Детские сады И школы А там уже Даже нет места Там все участки Розданы Понимаете И вот эта Плотность Застройки Которая Не предполагает Развитие Инфраструктуры Она конечно Очень пагубна Для города Спасибо большое Спасибо